А скажите, пожалуйста, какая вам больше всего нравится музыка? Музыка? Рок-н-ролл. Любите танцевать? Да. Потанцуете? Потанцевать? А что, да? Давайте. Давайте. Дайте я пакетик положу. Что вам нужно? Хлопать? А? Хлопать вам нужно? Как вам потанцевать? А как вот рок-н-ролл танцует, так и танцуете. Да? Я могу вот так. Ох, как вы. Замечательно. Вай, 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 вай. Обана, обана. Че, Ваня, че, Че, Ваня, хопа-на, хопа-на, не зря на ботон, а? Ваш разговор будет продолжен. Здравствуйте. Слушаю, здрасте. Уточните, пожалуйста, компания Верест. Меня зовут Клопа Татьяна Александровна. Рассказ записывается. Кто тут? Иван Кеоргиевич, вы? Это я, можно просто Ваня. Че, Ваня, че, Че, Ваня, хопа-на, хопа-на. Иван Кеоргиевич, мы впервые с вами связываемся по поводу неуполненных обязательств. Давайте сделаемся по дате рождения для подтверждения личности. Кто тут? Какой год у вас? Не понял сейчас. Зачем мне это с вами сверять? Кто вы такие? Зачем вы мне это делаете? Мне необходимо подтвердить вашу личность. Информация конференциальная. Мне необходимо? Я вас информацию запрашивал какую-то, что ли? Иван Кеоргиевич, не надо устраивать цирк. Чего не надо устраивать? А кто там у вас цирк устраивает? Отключите, пожалуйста. Ну понятно, настраивайтесь на общение, перезвоните. До свидания, сумасшедшие какие-то. Идите, таблетки пейте. Я ничего не понимаю. Ну кто такая барышня? Живо в кабинет таблетки пить. В первый раз звоните. И сразу должны испугаться, да, вас? Если вы нам первый раз звоните. Алло. Алло, алло. Алло. Владимир Владимирович, здравствуйте. Ой, да, здрасте. А кто это? Я представлюсь. Отдел по работе с проблемными займами ООНФК «Быстрые деньги». Меня зовут Батанов Раиль Лемирович. Разговоры записываются. Раиль? Так как ранее выставлены тремя компания в оплате были проигнорированы в свои страны, данный займ под нам в работу. Как данный вопрос решаетесь с оплатой? А что? Данный займ передан вам в работу. А вы кто, простите, не расслышал? Чем вы отличаетесь от предыдущих? Дел по работе с проблемными займами. Так он и до этого был проблемный, коли я не платил. Так почему не оплачиваете? А что вам передали? Вы то же самое делаете. Я думал, что-нибудь интереснее будет наконец-то. А вы те же самые вопросы задаете. Только интонации какие-то дебильные. Типа страшно должно быть. Вам, по-моему, самим от них должно быть только страшно. Нам только весело. Нет, сейчас с вами поступает с целью помочь решить данный вопрос. Да я же не спрашивал ни о какой помощи. Вы чего? Расслабьтесь, живите своей жизнью. Не лезьте в чужие финансовые дела. А уж тем более не навязывайтесь в помощники. Пока вас не просят. И сразу интонации у него. Видели, да? Слышали точнее? Как раз, а потом... Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Да, пожалуйста. Вам отец сотрудник отдела взыскания... Банка Тиньков. Как я их люблю. Здравствуйте. Меня зовут Гулильев Евгений Олегов. Найдер взыскания. Банка Тиньков. Вам знакомо? Вот, вот, вот. Ирина Николаевна. Из дома звоните. Да? Да. Я узнал. Я учту. Я учту ваш ответ. Банк законно. Не волнуйтесь, пожалуйста. Просто это незаконно осуществлять такую коммуникацию с домашнего компьютера. Банк нарушает закон. 152-й федеральный закон о персональных данных. Не может на вашем компьютере, даже в виде какого-то приложения, оказаться информация о человеке, которая защищена 152-м федеральным законом. Мои с вами разговоры записываются. Я собираю полу жалоб. Соберу штук 20, отнесу судебному приставу. Вы будете фигурировать как основной нарушитель закона. Именно вы будете, собственно говоря, основной персоной. Банк оштрафует, а банк потом в качестве регресса на вас выставит. Регресс, знаете, что такое? Продолжайте. Продолжайте. Продолжайте статью 7 федерального закона номер 230. Банк разрешает использовать только абонентские номера. Выделены на собаку. Зачем вы мне это говорите? Это вообще никаким образом не касается ситуации. Вы сейчас инициатор нарушения 152-го федерального закона. Вы сейчас подтвердили, что... Да, что подтверждали, это легко выясняется. На вашем домашнем компьютере есть программа, есть информация, которую я предоставил банку строго конфиденциально. Он вам ее передал на ваш ресурс. Нельзя. Это запрещено. Причем здесь 7 статья. Я понимаю, вы судорожно пытаетесь найти в своем дешевом, старом, престаром скрипте, который уже давным-давно надо переделать, а лучше выбросить и вообще вашу службу упразднить. Что-то более или менее подходящее, чтобы выглядеть более или менее симпатично. На самом деле вы только больше, еще больше погружаетесь в эти фекалии собственные и все. Нету ничего, не найдете. 100% не найдете. Опять будете чепуху зачитывать. Я понимаю, сейчас судорожно бегаете по экрану, ищите какой-нибудь выход из положения, который вам скрипт предоставляет. Попробуйте мозгами попользоваться. Иной раз очень даже приятно и полезно. Неожиданно и приятно. Мы даже не представились, поэтому я не могу обращаться к вам. Более или менее достойно. Не могу обращаться к вам. А я что, обязан представляться? Вы же сюда позвонили. Не я вам позвонил, а вы сюда позвонили. Я позвонила за должность. Я работаю в этом ванне. Что вы делаете? Это моя работа. Позвонить за должность. Нет, это не работа. Это не работа. Какая-то хуйня. Это позорный выбор нормального здравомыслящего человека, совершеннолетнего, призванного, рожденного для того, чтобы какое-то доброе, вечное, полезное в мире оставить. Это не работа. Это позорное. Позорный выбор человеческий. Вздыхает. Да, конечно. Кто-то скажет, да вот, мамаша там какая-то одинокая и так далее. Никогда не приму этот аргумент, как аргумент, потому что люди еще хуже себе делают. Вот нет работы. Вранье. Нет работы для того, кто не хочет ее найти. Вот ей нет возможности, она в безвыходном положении. Безвыходных ситуаций не бывает. То, что инорск кажется тупиком, на самом деле призыв от жизни посмотреть направо и налево, а не все время идти в одном направлении. Не бывает в жизни тупиков. Жизнь не наказывает вообще никого и никогда. Жизнь с любовью учит. Кому-то может быть приятнее говорить не жизнь, а Бог, а ангелы и так далее. Но так или иначе суть не меняется. Здравствуйте, я Альфа-Банк, главный специалист Федорова Мария Николаевна. Я могу услышать Викторию Игоревну? Альфа-Банк? Сейчас спрошу. Вика, с Альфа-Банка опять. Да, Альфа-Банк. Я с ней разговариваю. Опять с Альфа-Банка звонят. Ага, как обычно. Нет, сказала идти вам туда, где вы обычно обитаете. Но я передаю слова. За что купил, за то продаю. Ей, Виктория Игоревна, необходимо срочно связаться с банком. Нет у нее такой необходимости. Нет у нее такой необходимости. Это вам необходимо, чтобы она связалась с вами. Была бы у нее такая необходимость, уже бы давно позвонила. А в ее интересах? Нет, это не в ее интересах. Она в двух метрах от меня стоит, ухахатывается. Ай, не могу! Ай, не могу! Это в ваших интересах. Это вам необходимо. А в ее интересах наоборот. Срочно ждем звонка. Ждите срочно. Как это вы можете срочно ждать? Вы просто ждете, как обычно. Не надо спорить. Просто ахинею не надо молоть. И вот и все. Тогда и спорить не придется. У нее нет вопросов, у нее нет необходимости. Все, что вы обозначили таким образом, это все ваша инициатива. Ваша необходимость, ваши вопросы. Поэтому сами их решать. Вполне возможно. Но вот я вынужден констатировать то, что мне комфортнее оставаться в этой точке. Вы можете по-своему думать. И в свою очередь я точно так же могу вам заявить, барышня. Вы ошибаетесь. И вам тоже мозгов побольше, получше, посвежее. Или вообще хоть каких-нибудь. Весим на связи? Ну ладно. Я подоконник на... Телефон на подоконник положу, если вам что-то еще... Вы громко крикнете, громкая связь включена. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Я вас приветствую, сердечно. Кто это? Что, простите? Приветствую я вас, говорю. Вы кто? Здравствуйте. Это компания Ади Коллег. Меня зовут Роман Евгений Иванович. А вы... Кто тут? Анар Хербекович, да? Анар Хербекович, да? Анар Хербекович. Здравствуйте, Анар Хербекович. Кто же здоровый? Волнуетесь, что ли? Чего по сто раз-то? Звоним мы касаемо вашей задолженности. Право договора. Кредит А24, переступленная сессия. Вопрос, простой. Зачем вы звоните по поводу моей задолженности перед кредит А24? Что, думаете, я сам с ними разобраться не могу? Потому что... Потому что... До свидания. Потому что гладиолус. Потому что... Потому что... Разноцветные игрушки наши лучшие друзья. Алло. Алло. Да? Алло. Здравствуйте, меня зовут Аликов Владимир Валерьевич. Старший специалист департамента. Сыскание просроченной задолженности. Аольфа-банк. Валерия, знаком вам, не подскажете? Ольга, конечно, знаком. Кем вам приходится данный человек? Почему спрашиваете? Оля, с Альфа-банка опять звонят. Что им сказать? Скажи им, что денег нет. Вы там не фиксируете, что ли? Вы же миллионный раз спрашиваете у меня, кем она мне приходится. Учетом. Вам, ваши коллеги... Трубку хозяину передайте. Что делать? Трубку хозяину телефон передайте. Ну, она не хочет разговаривать с вами. В каком случае ожидайте повторного звонка. Всего доброго свидания. Вопрос сам себе задай. Зачем? Алло, здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, вы кто? Алло. Слушаю вас. Звонок из Совкомбанка, специалистов от Кулина Марселя Рафальчева. Вы Сергей Викторович, верно? Как вас зовут? Жду, вы что-то сказали. Звонок из Совкомбанка, специалистов от Кулина Марселя Рафальевич. Вы Сергей Викторович, верно? Марселя Рафальевич. Вы Сергей Викторович, верно? Сергей Рафальевич, сейчас запишу, чтобы не забыть. Ага, да, это я слушаю, Рафальевич, тебя. Вы Сергей Викторович, верно? Совершенно верно, я сказал, да, слушаю. Что случилось? Что накипело? Звоним по поводу карты Халва. У вас имеется недоплата на сумму 3000 рублей. Почему не оплатили вовремя? Не с ней лучше, с недоплатой. Что еще раз? С недоплатой как-то лучше. С недоплатой вам как-то лучше? Ага, да. А зачем ты переспрашиваешь? Неужели я начали на раздельное выбираюсь? У вас просто очень плохо слышно и... Ну, напрягайся. То есть по требованию банка вам нужно решить данную проблему с оплатой до 1 сентября. А где проблему мы разглядели? Точнее, это и Рафальевич, где разглядел проблему-то? Ну, недоплата, это проблема, потому что вам мог начать... Проблема не моя, почему я ее решаю? Проблема банка, а не моя проблема. Ну, как это не ваша проблема? Да, это проблема, я попробую мне объяснить, в чем проблема-то. В том, что вы что-то на себя начислять будете, но не плачу 3, но 33... Да нет, штрафы вообще только идиоты платят без решения суда. Штрафы вы начислять можете, чтобы их кто-то оплачивал без решения суда, но если человек идиот, то пускай оплачивает. Что себе штрафы? Штрафы это спорная ситуация. Ну, что рано или поздно? Вы в суд подадите, рано или поздно вы в суд подадите. Это я хотел сказать, Рафаилевич. Рафаилевич. Вам могут начисляться штрафные санкции по 353 федеральный закон, 20% ежедневно годовых, а также может формироваться негативная кредитная история, что может вам сыграть плохо, потому что... Слушай, да ты волнуешься и поэтому ахинею несешь. Ну, давай так, давай так. Во-первых, может портиться кредитная история, не может. Она в любом случае портится. Каждые три дня на автомате любое кредитное учреждение отправляет в БКИ информацию о человеке. Поэтому что-то там себе выдумываешь, это все дело 25-е, точнее даже 125-е. Хорошо, вы получается отказываетесь от оплаты, верно? Конечно. Так и получается. А по какой причине отказываетесь? Ну, мне же хорошо с ней, вот с ней, ты не понимаешь простых вещей. Хорошо, дополнительный номер телефона для связи у вас имеется, можете назвать? Ну, перестань тупить, Рафаилевич, блядь, и так уже все сделал для того, чтобы над тобой все хохотали, во всяком случае я. Нахрена вот второй номер телефона, если вот я с тобой по этому работу разговариваю, точнее. Хорошо, с последствиями неоплаты я вас ознакомил. Какие, нет, ничего не говорил, ну расскажи мне про последствия, Рафаилевич. Я вам сказал, что вам могут начисаться штрафные санкции, а так все, что негативная кредитная история. И все, что ли? Вот это последствия. Всего доброго, до свидания. Рафаилевич более или менее соображает, поэтому быстренько это жало высунул, пока не потерял его. Алло. Здравствуйте. Тервис домов Е-Капуста, меня зовут Каченкурка Александровна. Мы в отношении с... Вот тут... Томан Леонидович, могу услышать? Слушаю. С вами разговаривал Роман Леонидович, либо со мной. Со мной? Будьте добры, пожалуйста, назовите дату рождения. Ничего не понимаю. Зачем? Вы являетесь нашим клиентом, это компания Е-Капуста. Назовите дату рождения. И что? Не знаете моей даты рождения, что ли? На стройчись на делок. До свидания. Стандартная процедура. Что значит стандартная процедура? Вот вы сами себе, господа, звонали, ответьте. Идиотическая процедура. Долг перед кредитором образовался из-за несоблюдения условий договора. В случае судебного разбирательства будут учтены нарушения именно с вашей стороны, так как кредитор свои обязательства выполнил и понес ущерб в связи с неоплатой. О, НСВ, телефон 8800-250-1927. Долг перед МФК саммит. Вот все правильно сказано. Ну вот, в кратком изложении все правильно сказано. Но при чем здесь НСВ, Национальная служба взыскания. Вы что лезете? Кто вообще запрашивал ваше участие в жизни людей? Объясняю. Все на самом деле очень просто. Хотите понять плейлист «Что делать, если»? Вот на этом канале. В правом верхнем углу видеотрансляции сейчас кликабельная подсказочка выходит. Пожалуйста, посмотрите. Там много интересного и про коллекторов, и про вообще процесс возврата просроченной задолженности. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок Усовкомбанка. Александр Викторович. Погромче можете, Александр Викторович, говорите? Что? Погромче немножко говорите. А что, плохо слышно? Ну, логика. Звонок Усовкомбанка. Александр Викторович, меня зовут. Вот, получше стало. Так я так же говорю. Что-то, наверное, соцсетей. В общем, по поводу Светланы Михайловны. Ваша супруга, правильно? Зачем вам это знание? Что-то она Михайловна нас интересует. Ну, вы уже сегодня звонили. Зачем вы по два раза звоните? Я могу ее услышать. А зачем вы по второму разу звоните? Сегодня звонили уже. Я могу ее услышать сейчас? Интересно. Закон на каком основании ваша организация нарушает? Что нарушает? 230-й федеральный закон. Сколько раз в сутки можно коммуникацию осуществлять? Что-нибудь обыкновенное. Что делать? Как раз таки вы правильные слова сказали. Сколько раз в сутки что делать? Сколько раз в сутки вы можете осуществлять коммуникации? Коммуникация. Вы понимаете, что это значит? Да, общение с клиентом. Звонки. Общение с клиентом. Все верно. Вы клиент нашего банка? Звонить? Нет. С ней разговаривали. Вы клиент нашего банка? Нет. Но вы звоните сейчас второй раз и ее спрашиваете. Первый раз она с вами разговаривала. Вы клиент нашего банка? То есть, если она сейчас подойдет к телефону, возьмет трубку, вы совершенно спокойно признаете, что вы нарушаете закон. Верно? Подойди, пожалуйста. Мы сейчас тут их замухоморим. Да, звонили они сегодня. Нет, да, еще раз. Он говорит, что может, и второй раз звонить. Что, ты не слышишь, что ли? А мы разве на «ты» переходили? А что мне запрещает с тобой на «ты» перейти? Скажите, Дмитрий Александрович, как вы думаете, такой разговор к чему приведет? На хуй ты пойдешь, и все. Вот чему. Тут даже не думать его. Мы сейчас с вами попрощаемся, я про вас забуду. Ну, конечно, со своими мыслями пойдешь. Туда, куда я тебя поспал. Иди на хуй. Все, на хуй, иди отсюда. Закон нарушаешь. Не заслуживаешь корректного общения. Да, она тебя так же пошлет, только еще по-женски. Тебе нравится, когда тебя женщина на хуй посылает? Ну, ты, блядь, пиздец. Позовете телефон, пожалуйста? Нет, не дождешься. Такого удовольствия тебе не доставлю. Вы понимаете, что сейчас разговор записывается? Да, понимаю, настаиваю на этом. Вы понимаете, что у Светланы Михайловны будут из-за этого проблемы из-за вас? Какие проблемы? Ну-ка, предположи. Или нет? Предположи, какие проблемы. Да у нее уже серьезные проблемы. И у вас тоже это понимают. Да нет, она улыбается, ходит. А что вы так разговариваете? Какие проблемы? Ну, ты объясни, ты чего ты, блядь, чешешь-то? Просто миля, блядь. Кармически, если только, вполне возможно, да? Ты думаешь. Нет, это у тебя не начались эти самые проблемы кармические. Из-за твоей бестолковости мне обиделся. Не обижайся. Здравствуйте. Здрасте. Гизель, Рашид, а вы не можете передать трубку? А вы кто такая? Кто спрашивает? Компания «Займер» отдел взыскания. Пистонова Оксана Владимировна. Разговор записывает. Можете информацию ей передать? Ну, название странное. Дел взыскания. Не услышала информацию. Можете ей передать? Взыскание в нашей стране только может судья, судебный пристав. Иногда прокурор заниматься. А дел взыскания мы с вами эту тему обсуждать не будем. Не будете. Зачем ее обсуждать? Это абсурд полный. Вы не можете взысканием заниматься. Возврат просроченной задолженности вполне возможно. Попытка возврата. Алло. Да, дадим. Здравствуйте. Здрасте. Что-то плохо вас слышно. Здравствуйте. Я в компании «Байфинанс» специалище «Личикова» или «Юрина» запись. Разговоры выведутся. Наталья Владимировна, знакома? Конечно, знакома. Рядом она. Позвать? Что? Позвать ее. Рядом, недалеко. Позовите. Позовите. А откуда вы сейчас? Кто вы? Погромче говорите. Мужчина, пригласите Наталью Владимировну. Мне надо сказать, она так не может просто подойти. Занята. Ну как она не может? Ну какая организация? Господи, вы что? Тут подходит к телефону, мы ее проинформировали. Зовите ее. Короче, хотят кто-то с тобой поговорить, не говорят кто. Я тоже так считаю. Нет, нет. Представьтесь, пожалуйста. Да, она. Ну хорошо. Нет, она не хочет. Ну что вас бояться? А почему вас надо бояться? Не понял. Не будет направлен. Так в надлежащий вид приводить имущество. В скором времени стоит реализация. О. Ну кто такие? Не понял. Полоумные просто. Обычные полоумные ба-финансы. Алло. О. Анастасия Вячеславовна, здравствуйте. Приветик. Отдел по работе с проблемными займами. ООО МКК Турбозайм. Салимзиан Вал Суферкатов. Она идет в запись разговора. Анастасия Вячеславовна, позовите, пожалуйста. Сурикатовна, радость ты наша. Что-то давно тебя не было слышно. Папе Сурикату привет. Или он уже, наверное, в дурке лечится. Я вынуждена с вами диалог прекратить. До свидания. Передачки почаще носи. Папе Сурикату. Давно не было Сурикатов. На больничном было или на излечении. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Иван Владимирович. Вы меня слышите? Слушаю. Кто вы такая? Строгая барышня. Меня зовут Японова Марина Юрьевна. Отдел до судебного взыскания. Какой банк? Вашего долга. СОПКОМ БАНК. А фамилия Японова? Японова. Ебать тебя у вас. Марина Юрьевна. Услышали? Уж такой фамилии, наверное, в детстве было. Ебать тебя у вас. У вас долг. Очень даже хорошо, Иван Владимирович. У меня нет таких проблем, как у вас. Вам, видимо, хуже еще приходится в жизни. Сейчас вам долг нужно закрыть по кредиту на карту. Успокойся, кто тебе сказал, что ты имеешь право эмоции тут проявлять. Терпи просто. Иван Владимирович, эмоции сейчас у вас. Нет никаких абсолютно. Ровным счетом. Когда спокойно разговариваете, вам долг нужно закрыть. 24 тысячи. Так я разговариваю. Или ты думаешь, я на твои вопросы буду отвечать? Я же разговариваю с тобой. Ты что, не понимаешь, что ли? Когда с тобой разговаривают. Оплата. Когда будет, Иван Владимирович, документы могут пойти в суд сейчас на принудительное взыскание. Давай, отлично. Если так тебя будете вести, вам придется попрощаться с автомобилем. Что это за непосредственно? Автомобиль сейчас где находится? У тебя что, судья подкупленный, что ли? Это не глупость. Это статья 350 гражданского кодекса. И что? У тебя судья подкупленный, что ли? А то, что если денег нет, продается автомобиль. Иван Владимирович, вы же вроде как коммерческий директор. А чего ты взяла, что денег у меня нет? Вы коммерческим директором-то работаете? Японова, ты с чего взяла, что у меня денег нет? Разговор абсолютно не на уровне коммерческого директора. Вы на разговор сейчас построены? На уровне. На уровне. Нет, не на уровне коммерческого директора. Я с тобой разговариваю так, как ты заслуживаешь. Японова. Понаслушаются каких-то версий возможных. Телевизора, что ли, насмотрелись. Коммерческий директор. Это что, человек какой-то такой особенный. Всю свою жизнь был коммерческим директором. Вот я. Вот так и разговариваю. Как могу, так как хочу, так и разговариваю. Алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Ты кто? Я звоню вам. АОМФКЦ. Это Дива Деньги. Алиева Замфиров. Архат Кызинформирует запись. Кто тут? Сыстинова Димановна, я могу услышать? Зачем она тебя? Кому? Зачем она тебя, спрашиваю? Мне еще раз переспросить? Не понимаю, зачем. Я все слышал. Я в ответ тебе задаю вопрос. Зачем она тебе? Я могу услышать. Тебе вопрос. Ответь на вопрос. Задали. Зачем она тебе? Вот с каких это пор со мной на ты переключились? Я не переключался всю дорогу с такими, как ты, на ты. Ясно. Вы придете с тебя или мне ждать? Я в порядке. Ты чего? Ну, хочется подожди. Понятно. Ждем от нее звонок. Всего доброго. Ну, жди. Обиделась. Новенькая. Здравствуйте. Банк ВТП. Меня зовут Шлигина Елена Алексеевна. Здравствуйте. Алексей Юрьевич, вам знаком? Да, слушаю вас. Это вы? Да, Елена Алексеевна, я вас слушаю. Я звоню вам по поводу вашей кредитной карты ВТП банки. Вы третий раз выходите на просрочку уже 15 дней. Сумма просрочки прошедшего просрочения ориентирована составляет 6 986 рублей 95 копеек. По какой причине вышли на просрочку? Ну, что, действительно, обладание этим знанием как-то может вам помочь ситуации разобраться. Я не сомневаюсь в этом. Просто, ну, по какой причине хотелось бы узнать? Я вопрос вам задаю. Вот это вот хотелось бы узнать. Обладание этой информацией. Как вам поможет меня замотивировать на оплату? Все вопросы, которые я у вас спрашиваю, ответы, они фиксируются для кредитора? Ну, я, соответственно, вот размышляю, логику включаю, задаю вопрос. Хорошо, не вам, как поможет аккредитору. Ну, вот я скажу что-нибудь, какую-то версию. Как это вообще ситуация ему поможет разобраться? Все равно будете звонить и так же просить эти деньги. Ну, просто, если ничего не изменится, точно так же, как и до этого будете звонить, попрошайничать и все. Совсем известная история. Просто, 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 просто. Допустим, у вас задержка заработной платы. Мы можем предложить вам поменять график платежей. Да не надо ничего. Я что, я вам звоню, что ли, и у вас спрашиваю помощь какую-то? Вы чего? Нет, просто мы звоним вам, спрашиваем и предлагаем пути решения данных проблем. Так, если бы у меня были какие-то проблемы, если бы я действительно претерпевал какие-то неудобства, я бы с вами сам связался. А мне как-то все равно, что вы там. Я понимаю, что вам некомфортно, вы там, типа, ВТБ. Ну, понятное дело, что эти деньги вообще никакой погоды. Это как одна снежинка в обильном снегопаде. Ну, типа, надо вот таких, как вы, привлекать к какой-то деятельности, чтобы вы там от безделия не засиживались. Ну, вот правда, что вот эти 3 тысячи рублей, что они есть, что их нет. Я это понимаю отчетливо. Просто по договору-то обязаны платить? Ну, по договору, в какой-то степени, в какой-то гипотезе, возможно, обязывают. Ну, я вот считаю, что нет, в моем случае все не так просто. А причину можете сказать или все-таки оставить ее в тайне? Ну, ладно, причину, хорошо, договорились. Точнее, уговорили вы меня. Я не считаю, что я должен в банк. Вы не считаете, что вы должны в банк? Отдавать свои деньги, да. Можете объяснить тогда? Очень много. Ну, вы не примите эту информацию. Елена Алексеевна, вы все равно, у вас в скрипте нет такого, такой строчки. А, ну, это другое дело, теперь я, конечно, поняла. Нет, конечно, вы будете постоянно одно и то же. Притом, при всем, что в ВТБ, что в Тинькове, что в позорном каком-нибудь БАФинанс, в коллекторской структуре, у всех у вас одни и те же скрипты. А знаете почему? Да потому, что других нельзя, невозможно физически сочинить. Потому что закон на стороне граждан. Ну, правда, суды лоббированы, ничего не поделаешь. Пока что. Пока что. Ну, чем вы объясните, что вот вы утверждаете, что у меня кредитная карта, а как инструмент она привязана к расчетному счету, а не к кредитному счету? Как вы это объясните? Это манипуляция. Это манипуляция, искусственно созданная банком, в обход закона. Есть нормы классификации счетов. У меня счет начинается на 408, это расчетный счет. А вы утверждаете, что моя карта кредитная. В этом случае, если она к расчетному счету привязана, то она дебютовая. И на дебютовой карте деньги мои. Я ими распоряжаюсь так, как хочу, и возвращать их не обязан. Это одна из причин. Понимаете? Я просто не так как-то понимаю. Вы приобретали кредитную карту, так? Да не приобретают ее. Она остается собственностью. Кредитная карта – это собственность банка. Что кредитная, что дебютовая карта. Банк ее передает в пользование. Это инструмент управления счетом. Она всегда остается собственностью банка. Даже в договоре пользования, что кредитная карта, что дебютовая, есть пункт. Что я по истечению срока должен ее передать сотруднику банка. Обратно. Банк тратит в среднем 3 евро на карту. На выпуск карты. Это собственность банка. Это не моя собственность. А вот расчетный счет на основании закона о банках и банковской деятельности. Вы при моем обращении в банк обязаны мне открыть. А если отказываете, то должны письменно, аргументированно пояснить, почему вы мне отказываете. Расчетный счет. У меня в ВТБ открыт исключительно расчетный счет. Я не писал никаких заявок на открытие кредитного счета. Все, понял. Много информации. Ваш разговор не задолжен. Пожалуйста, не отключайтесь. Ваш разговор не задолжен. Пожалуйста, держите на линии. Это не Эверест. Это у них англоязычные клиенты. О. Алло, здравствуйте. Компания Эверест. Владислав Евгеньевич? Вы из Эверест? Компания Эверест. А, ну, что же, у вас автоинформатор по-английски говорит. Значимости нагоняет, что у вас клиенты англоязычные есть, да? Прикол. Кто тут? Владислав Евгеньевич. Да, конечно же, конечно же. У вас имеется просроченная задолженность. Да я знаю, знаю. Скажи, что-нибудь новенькое, интересное, блядь. Ну, что ты, блядь, одно и то же вы долбите, блядь. Вы знаете, да, что 370 дней вы уже не исполняете обязательства. Ну, и вы знаете, что мне похуй на то, что вы делаете, блядь. Вам необходимо унести, да? Нет такой необходимости, дуру не гони, блядь. У меня нет такой необходимости. Я что, больной, что ли? По себе не суди. Ненормальная, блядь. По оплату. Настраиваться на общение. Да нахер мне настраиваться на общение. Вот я настроился, вот так я общаюсь с вами. Чего не нравится, блядь? Три дня у вас здесь на пользу. И сколько получится в итоге? 300 сколько? А то я с счета сбился, блядь. Идиоты. С эверестом же просто неинтересно. Алло. Вас существует голосовой помощник ВТБ. Ваша заявка на смену финансового номера телефона была исполнена. Если у вас остались дополнительные вопросы, скажите оператор. Оператор. Вот это тут автоинформатор, смена финансового номера. Это развод. Это мошенники. Это однозначно и без каких-либо вариантов. Запомните, легковерные, те, кто к ним относится. Никаких смен финансового номера не происходит.